Праздник День Вознесения Господня берет начало из евангельских событий. В Новом Завете сказано, что после воскрешения Иисус Христос был в окружении своих учеников и паствы. Затем, через 40 дней после своей Пасхи, благословил их и вознесся на небо. Это событие называется, можно назвать его, радостным расставанием. Парадоксальное название, потому что расставание – это всегда грустно. Но здесь апостолы вернулись в Иерусалим после этого события с радостью. Почему? Потому что Господь им сказал, что Он остается с ними до конца веков. В православии Вознесение входит в число тех праздников, которые посвящены главным событиям евангельской истории. Службы, приуроченные к этому дню, начинают накануне. В среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения, а в четверг читают Евангелие от Марка. В нем описаны события восшествия Христа на небо. В Рязанской Церкви Вознесения Господня также прошла праздничная служба. Собралось множество людей, верующие люди пришли разделить радость этого праздника и друг с другом. И, конечно, здесь, в нашем храме, и сегодня здесь была особая атмосфера, атмосфера радости, атмосфера молитвы, целеустремленной, молитвы, направленной к Богу, о том, что Господь действительно возносит нас вместе с собой на небо. С Вознесением Господню связаны различные традиции и обычаи. В народе считают, что в этот день весну окончательно сменяет лето. На Руси было принято водить хороводы в честь будущего хорошего урожая и устраивать веселые гуляния. Самая главная традиция, самые главные события для каждого верующего человека – это праздничное богослужение. Все остальное, какие-то внешние вещи, они совершенно необязательны. В Вознесении – день радостный, потому в этот праздник не нужно грустить, ругаться, сквернословить и сплетничать. С этим народным поверьем согласны и церковь.